Всем привет, с вами Аракис и это очередной выпуск Войны Гильдии. Итак, начнем. Осталось времени немного, 20 минут. Так, кого же мы будем бить? Победа. Можно тогда набивать очки. Итак, в первом пати уже просится рама, скулит, пищит. И так, так, так. В принципе, почему бы и нет. Можно сыграть через такое пати, первого убивать обезьянку. Причем, наверное, придется это делать дважды. Единственное, что и... Да нет, в принципе, я думаю, такое пати закатит. Ну, а здесь русский стандарт, обновленный. То есть, через часунку узкоглазую нашу тетю. Приступим. Так как с Мэган, я думаю, я просто не вытяну бой. Заваншотить мне не удастся. Так, будем сливать обезьянку. Первую. Придется нам его убить два раза. Еще и не так легко это будет сделать, так как и часун, и бриан мешает. Думаю, один-два раза вилы прокнут. Эта проблема решена будет. Ну вот. Сейчас восстановят его. Часунка отхилит балансом. Прошу прощения, не снимал два дня видео. Точнее, у меня это просто не получилось физически. Из-за того, что у меня вышла проблема с интернетом. Моим офигенно классным интернетом от Укртелекома под названием Ого. Не советую вам, кто живет в Украине. Пожалуйста, все что угодно, но не Ого. Просто я живу в таком, так скажем, благополучном районе, где единственный провайдер, который мне может раздать интернет на данный момент, не считая, конечно, спутникового и так далее, это Укртелеком. Конечно же, лучшая сеть Украины, чтобы он провалился. На пне его вертел, маму на санках катал и так далее. Вот. Поэтому пришел ко мне спустя месяц ремонтник. Да. Нерадивый ремонтник, назовем его так. Так как он не решил поменять кабель. Так как мой старый кабель якобы был хуже. Хорошо, едем дальше. Решил он мне поменять кабель. Поменял он кабель так. Вроде бы сяк. Нормально. Пришел он ко мне в комнату. Начал проверять интернет через свой модем. Итак, отвлекусь. Здесь у нас веромоз достаточно быстрый. Надеюсь, белка не быстрее моей вальки. Хотя, по идее, должно быть быстрее. Будет странно, если валька быстрее. Быстрее. Итак. Кого же хотя бы одного убить? Ну, ну, только не... Очень слабый веромоз. Нам повезло. Будем убивать белку. В общем, решил он проверить мой интернет на своем модеме. То есть, света не было. Он подключил через блок питания. И... Вуаля! Интернет заработал через вам модем. Он решил проверить через мой. Ну, я думаю, познание даже самого унылого школьника в физике. А даже, я думаю, на уроках труда, где трудовик вечно пьяный. Наверное, не только у меня был такой. Вот. Он рассказывал, что разный вольтаж может привести к тому, что просто загорит прибор. Ну, как вы думаете, что произошло? Он подключил свой модем 9-ти вольтный. И решил подключить мой. 12-ти вольтный. Я ему сразу сказал, что вольтаж разный. То есть, может быть, бобо. Но он сказал, нет, ты шо, я тысячу раз так делал. Вась, не очкуй и все остальное. Как вы думаете? Сразу же пошел дым с этого модема. Он решил еще раз подключить. Ну, дым пошел еще раз. В общем, я его понюхал, так скажем, удостовериться. Ему дал понюхать. Все мы занюхали этот модем. Модем сгорел. Но он мне сказал, он там клялся, обожился, там чуть бы не мамой. Вот, что модем будет работать. Вот, просто перезагрузишь его и все будет нормально. Точнее, включат свет, все у тебя заработает. Ну, естественно, включили свет, модем не работает. Это другу было понятно. В общем, да, добивался я решения чуть бы не через суд, чтобы поменяли мне этот роутер. Жена моя съездила, поменяла его и, слава богу, вот, интернет восстановили. Сейчас главное еще поднять скорость отдачи и будет вообще чудесно. Так как заливать видео по 5-10 часов, уверяю вас, это радости не предоставляет. Итак, второе пати, я думаю, в первом будем через этот же стандарт пить. Что у нее тут за скиллы? Ага, пополняет здоровье. Не часто вижу, что на арене, что на ГВ. Так, а второе пати, самое главное, естественно, снять будет щит. Это вальки. Не знаю, насколько сильная валька, но любой вальки хватит, чтобы шотнуть мою вальку. Так, ну, поехали. Вот, поэтому вот такая вот история. И скорость 0,7 мегабайта отдачи, вы понимаете, наверное, многие сейчас с меня посмеются, так как у многих там 20-30 отдачи. И, следовательно, подобное видео там в 1,5-2 гигабайта в HD-качестве, они могут залить на YouTube в секунды просто. Это действительно просто-напросто, ну как, в секунды, вы понимаете меня, 10 часов и даже 1 час, это разница колоссальная. Для меня уж точно. Вот, поэтому мне пообещали скорость поднять до 1,5, как минимум, надеются на двойку, так как якобы сеть у меня плохая. И все остальное, в общем, ищут отмазки уже целый месяц. Вот, и надеюсь, видео будут у меня заливаться быстрее. Так, вернемся к игре. Неплохой, кстати, персонаж Арика. Хороший массовый огненный ДД. Хотя, я так понимаю, если сравнить ветер и огонь, все-таки чаще всего, ну, многие предпочтуют все-таки взять ветер. Если был бы выбор, конечно. Не помню, какой у нее второй скилл, по-моему, она замедляет откат навыков пополны. Надеюсь, это не так. Да, это не так. Будем бить ее. И, надеюсь, через доты... Да, она должна умереть. Не умрет. Подхилл. Ну, думаю, сейчас ей хватит. Да. Будем добивать нашу колоссистую девочку. Коса. Так, что у нас здесь? По-любому нужно ждать. И надеяться на то, что сейчас кинет щит. Да, и мы. Ну же. О боги, ком ту ас. Придите и снимите щит этой валькирии. Все помолились? Начнем. Молодец. Белка не подвела. Надеюсь, и дальше так будет слушаться. Ого. Танковитая у нас попалась валька. Еще и третий скилл использовал. Вообще чудесно. Валька с контратакой. Интересно, но... Но, наверное, очень плохо. Видимо, не особо сильные руны у него. Хотя и проверить, наверное, и не будет времени. Сейчас посмотрим. 3000. Да. Очень-таки средние руны. Вот. 5600. Хотя, по-моему, она не кританула. Единственное, сколько у нее критикал дамаги. Ну, контратака. Весело. Даже немезис на вальку и то лучше выглядит, кстати. Не, ну тут, конечно же, зависит от основного стата и допов. Я бы тоже, к примеру, водил бы там, чуть бы не веол на вальку, если он окажется у меня лучше, чем те руны, которые сейчас на ней. Видел вальку в виоленте, которые прошибают по 25 тысяч. И знаете, очень прекрасно смотрится. Когда валька походила, снесла двух-трех человек с команды, так после этого еще и вторым скиллом кому-то по жопе наваляло. Вот. Так, тут такая Ланнеях. Вот Джуну. Интересная пати. Сейчас посмотрим, наверное, против нее и подеремся. А, этого уже слили Джунса. Очень скудная пати. Я так понимаю, здесь один Рама справится. Нет, давайте повоим против Джуны. Так как интересно, что эта Джуна сможет... Надеюсь, она окажется не очень быстрой. И я снесу через вальку, так как вы видите, часунка 35 уровня. Следовательно, ХП у нее, ну, не больше 20. Поэтому валька может шотнуть. А вторую пати через нашего Рамагоса не изменится. А, понятно. Итак. Через русский будем или... Кого мы будем использовать? Кого-кого-кого? Нет, нужно походить быстрее, так как Джуна может оказаться со скоростью около 180. Этого будет достаточно, чтобы снять после этого бафы моей вальки. И все будет на смарку. Какие-то лаги у Мобизена. Прошу прощения, Мобизена у Нокса. Кстати, я очень жду обновления Мобизена, так как в нем обещали разработчики опять поддержку моего планшета. На что я очень-таки надеюсь. Потому что через версию одна другую дополняет. И то работает, то нет. Итак, кого же мы возьмем? Это мы возьмем опять же ведро. Как вы видите, это уже второе стандартное пати. Очень хорошо себя показывают. Да, нет подхила, но... В принципе, есть кому заглушить пассивку. Плюс раскол. Это уже неплохо. И еще и дамага неплохая вылетает. 12-14 тысяч с первого скилла, я считаю, неплохо для полу-саппорта. Итак, начнем. Скоро прокачаю пирата водяного. Конечно же, будет ГВ проходить проще. Во-первых, это лидерка 24%. Это офигеть, как классно. Плюс к тому же, это и раскол, и баф на атаку. Следовательно, часунка у меня перейдет в пати более тонковитая. Следовательно, ее можно сохранить. Так скажем, для другого пати. Так, Джуна оказалась не очень медленная. Но, я так понимаю, во втором слоте у нее явно не скорость. Скорее всего, хп. Возможно, атака. Непонятно что. Так, ну, на кого же будем целить? Ахманчик. Давай. Вахманчик. Ахайаласаламаха. Ну, вот. Как я... В принципе, очень хороший вариант. Джуна еще и не потратила свой второй скилл. Теперь потратила. И да. Дорогие мои зрители, телезрители и зрители канала и так далее. Хотел предложить ей вообще, что вы скажете насчет этого. Является ли это идеей бредовой? Или имеет смысл жить и быть? Вот. Я хотел бы, так скажем, через Twitch. Либо другой какой-то онлайн сервис. Скорее всего, все-таки это будет Twitch. Так как Twitch это простота, надежность. Да и у многих там есть просто аккаунты. И я думаю, каждый хотя бы слышал хоть раз это слово Twitch. То есть, сделать онлайн стрим, как я прохожу башню с первого по сотый этаж. Я думаю, многие скажут, что это скучно, уныло. Но думаю, с этажа 30-го, 40-го и выше это будет достаточно интересно. Постараюсь более-менее разбавить видео, добавить какую-то музыку, комментарии. Комментировать буду все подряд. Любого персонажа, которого встречу на этажах. В принципе, контру. Где его можно использовать и так далее и тому подобное. Но, как некоторые мне писали, Аракис, выпей немножко перед своим видео. Нет, я не пью по жизни. Так как меня просто спиртное не берет. Да, вот такая вот штука после армии. Вот. И поэтому очень интересно ваше мнение. Отписывайте в комментариях, ВКонтакте. Как вы считаете? Стоит ли это того? Вот. Потому что, так скажем, снимать видео, которое смотреть никто не будет. Точнее, онлайн. Трансляцию. Конечно, тоже мне нет смысла. И, кстати, параллельно это же видео я потом выложу на YouTube. Естественно, в очень ускоренном темпе. То есть, X8 или X4. Не знаю, посмотрю, что будет лучше. С лучшим качеством. Естественно, я буду там первым. То есть, все непосредственные этажи, которые не касаются там боссов. То есть, 10-20. Это, в принципе, до 40 уровня. Я думаю, на автомате можно пролететь за 5 минут. Кто-то, если ему интересно, просмотрит это видео. Кто-то промотает. Вот. То есть, это видео долгим не будет. А дальше буду останавливаться. Какие? По примеру, прошлого своего месяца. Останавливаться на 40-ом, 50-ом и так далее этажах. Так как я читал в чате, что эта башня не особо легкая оказалась для всех. И вызывает некие трудности. Вот. Поэтому, думаю, сделаем это. Сейчас посмотрю. 7 минут до начала битвы. Итак, мы вернулись. Прошу прощения. Вот. По поводу башни я все сказал. Буду рад вашим комментариям. И особенно мнение насчет твича. Стоит ли снимать, либо не стоит снимать. Кто будет смотреть, кто не будет. Просто ваше мнение. Вот. Итак, всем спасибо за просмотр данного видео. Оставляйте комментарии. Общайтесь со мной в ВК. Вы знаете, я всегда отвечу. Когда я дома. Потому что работаю 2 через 2. И это уже многие знают. По моим сообщениям ВКонтакте. Отвечаю на любые вопросы. В принципе, я говорю то, что знаю. И стараюсь помочь. Всем спасибо. Всем удачи. Победа вам на ГВ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok